Привет, друзья, с вами я, Тиран, и это видео будет про несколько очень важных вещей, которые при правильном формулировании не позволят нам и нашим близким делать очень плохие ошибки. Что мы делаем в рынке криптовалют, когда покупаем хорошие проекты. Смотрите, когда люди инвестировали в электричество, и это электричество стало достигать наших домов, и мы можем вечером работать, или же люди, которые инвестировали в компьютеры, с помощью которых мы можем делать очень много разных вещей, новые фантастические возможности, и благодаря электричеству, и благодаря компьютерам, и благодаря смартфонам, и сайтам. В реальности люди не инвестировали ни в одно это слово. Неправильно сказать, я инвестировал в электричество или в компьютеры. Я инвестировал в прогресс, который исходил из нужды и возможностей, которые давала наука его реализовать. Так вот, в рынке криптовалют, покупая хорошие проекты, вы инвестируете в прогресс. Покупая токен хорошего проекта, вы покупаете токен хорошего программного обеспечения, где сам токен является частью кода этой программы. Не будет так, что этот блокчейн останется, а, к примеру, эфирюм останется, а эфир, как монета, не будет. Потому что это часть кода. Для чего именно этот технологический прогресс? Как и любой прогресс, должно достичь до конечного юзера. До него есть несколько отраслей, где этот технологический прогресс должен применяться. Возьмем военную отрасль, которая с очень большими шагами идет к автоматизации роботехники и к большим датам, которые эти робово-вайные машины будут создавать, пользоваться. Так вот, самое важное для них – это гарантии этих данных. Что эти данные генерировались и подтверждались тысячами, если не десятки или сотни тысяч нодов. Они одним, двумя, десятимя серверами, которые можно сломать. Можно сказать, что одна из базовых составляющих этого прогресса под названием блокчейн-технологии – это гарантия данных, использование, сохранение и передача этих данных. Где, кроме военной отрасли, может применяться, нужно применяться эта технология – корпорации. Данные пользователя – это кровь корпорации. Корпорация тоже хочет, чтобы эти данные не только создавались, но и отправлялись, их хранились. И при нужде пользовались этими данными. Это все было гарантировано. Потому что без потеряя данные своего пользователя – и все, потеряешь свою систему. Конечному юзеру этот прогресс технологический, блокчейн-технология, токены – как может достичь конечного пользователя? Давайте возьмем несколько примеров. Когда любая цифровая или физическая объекта можно идентифицировать, это дает возможность создателю этого объекта контролировать свое создание. Музыка. Хорошая песня сделал. Где-либо, как только оно воспроизводится, плюс один в блокчейне. И ты получаешь деньги за свое создание. Другой пример – переводы. Из-за блокчейн-технологий возможно гарантировать переводы. А то, что оно моментально, это уже исходит от качества блокчейна. Другие примеры – контракты. В любом контракте, где есть седний человек, который подтверждает этот контракт, этот контракт уже отчасти зависит от седнего человека. Во всех бизнесах – тонны контрактов. Вместо этих контрактов будет смарт-контракт. Это для нас сейчас это слово непонятно. По сути, это контракт, который имеет условия, и эти условия будут выполняться автоматически без кого-либо, участия кого-либо. Самое простое объяснение – смарт-контракт. Ты дал дом в аренду, скажем, с помощью Airbnb. Вместо Airbnb – это посредник. Вместо него будут оставлены смарт-контракты. Airbnb может остаться, но у него будут смарт-контракты, иначе ему не доверять. Деньги пришли, по смарт-контракту подправились мне. Другой пример. Move to earn, play to earn, learn to earn – все это будет. Неважно, к примеру, move to earn – это будет Stepan или что-то другое. Мое личное мнение – Stepan имеет отличные шансы стать, есть, но сделать намного лучшее. Но это мое личное мнение. Давайте в контексте возьмем то, что просто move to earn – для конечного пользователя. Какие возможности дают? Это из-за блокчейна, из-за технологии NFT. Можно создать кроссовок, который и вправду уникален, и это доказуемо. Юзер с помощью этих кроссовок делает что-нибудь, физическая активность, и зарабатывает. Это применение в контексте, какими возможностями прогресс достигнет конечного юзера. Новые возможности, которые принесет эта технология, как и пришественники, и интернет, и компьютеры. Все они, и это тоже, принесет огромное количество новых возможностей. И для создания, и для заработка. И мы видим, что во всех сферах эти изменения, они нужны. Всем нужна гарантия данных, всем нужна идентификация данных. Плюс глобально. Из-за токенизации всего, все станет ликвидно. Другими словами, можно все в любой момент конвертировать валюты, отправить в любую точку мира и использовать эти валюты. Опять же, без блокчейна и без идентификации эта токенизация, она невозможна. Те, кто понимали, что это хорошие инновационные решения, инвестировали, покупая токены разных хороших проектов, они инвестировали и стали частью этого прогресса. И тут самое важное. За весь год для меня самая важная новость, которую я написал так. Самая хорошая и самая плохая новость, которая вышла в 2022 году. У себя в Телеграме. Это новость, когда Голден Сакс открыл возможность продажи биткоина за инвестиционарного сектора. Почему это самая хорошая для меня и самая плохая новость? После этого поста, кстати, я там поставил. Держитесь, это будет больно. Как-то так формулировал. Самый трудный год, кажется, написал для инвесторов в криптовалюте. Самая хорошая новость для меня, это потому, что я годами ждал, чтобы такой большой сектор вошел в этот рынок. В этом рынке нет индексов, в этом рынке нет... Вообще ничего нет в этом рынке, кроме людей, которые очень рано, понимая или не понимая, что это... Они инвестируют в прогресс, они составляют часть этого прогресса. И потом плоды будут фантастические. Какие любые плоды прошлых прогрессов. Так вот, для меня была это хорошей новостью, потому что, если пять лет я каждый раз волновался, когда выходил новость, что скоро Golden Saks или J.P. Morgan или Fidelity или BlackRock, они войдут в этот рынок. А 2022 год – это год, в который случилось это. Все. Но когда приходит большой инвестиционный банк, это не добрый, заботливый банк. Он тоже хочет стать частью прогресса, но не такую часть, как вы. Он нацелен на то, чтобы забрать все части. В первую очередь у людей, которые не будут выдерживать сильные эмоциональные шоки, сильные финансовые потрясения и продадут свои части. Вот Golden Saks, поэтому я написал, это самая и самая хорошая, и самая плохая новость. Держитесь. Он пришел за вашими частями. Будет очень много, очень разных, плохих новостей. Резко все изменится на очень хорошие новости. Потому что как можно не выдерживать, когда некоторое время будет падать, падать, падать. Потом будет потрясение все время. Инфляция растет. Деньги становятся меньше. Ты плюс, возможно, продашь свои активы. Они пришли. Это только Golden Saks. Еще и другие присоединятся. Присоединятся скоро. Они пришли за всеми частями. Собирают. Поэтому я очень не хочу, чтобы вы делали... Поэтому я очень хочу, чтобы вы правильно могли для себя формулировать, что вы не покупайте как-то валюты. Вы, по сути, покупаете часть прогресса, которую не остановить. И те злые, коварные, которые это тоже знают, они медленно будут грабить и убывать, скажем так. И если мы сможем правильно для себя формулировать вот это, мы построим такую стену, что неважно, что будет в новостях, что будет с сценами. Мы не знаем, кто пришел за нашей долей, за нашей частью в этом прогрессе. Вот отдавать вашу часть Golden Saks – это непростительно. Понятно. Шок очень велик. Нагрузка фантастическая. И эмоциональная, и физическая. У некоторых может почки отказать. Но это специально, чтобы вы отдавали вашу часть. Вот так. Также объясните в таком варианте тоже своим друзьям, что нельзя. Плюс, интересно, один момент, когда цена биткоина упала, вот не только биткоин, но и индексов, на очень интересный пункт, сразу от Федерального резервной системы вышла новость, что они вслед за ECB, Европейским центральным банком, будут принимать меры для стабилизации рынка. Позвольте мне это другими словами сказать. Простыми. Мы будем печатать деньги и покупать рынок. Помните, когда Федеральный резерв сказал, что мы будем продавать части наших активов? Сколько времени прошло? Продали? Нет. Потому что кому продать? Напечатаешь деньги, дашь GoldenSax, потом продадишь свои акции, которые ты купил по любой цене, потому что тебе не интересовало цены. И GoldenSax их купит. И покажется всем, что Федеральный резерв продает часть своих активов. В этой схеме самое важное то, что нужно пользоваться, когда есть четкий стимул, как минимум для паузы рынка. Пауза, по всей вероятности, будет сопровождаться ростом. Потому что для GoldenSax, который пришел за вашими долями, ему нужно вот так, чтобы вы эмоционально стащились. Если это слово правильно. Если у вас есть средства, хорошие проекты, которые вы верите, понимаете, что это хороший проект, основные платформы можно выбрать. Несколько очень хороших конкретно application проектов, которые нацелены на конкретные рынки или на масс-адапшн. нужно воспользоваться такими моментами в рынке и покупать, если есть средства. Вместо того, чтобы отдавать вашу часть повторю с GoldenSax. Окей? Все. Спасибо большое. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok